Празднование 70-й годовщины со дня победы в Николаеве началось с традиционного парада. С 8 часов утра со всех сторон Николаева на центральную площадь города стекались люди, чтобы почтить память героев, которые отдали свою жизнь за мирное небо над Украиной. Вся площадь была покрыта украинскими государственными флагами. У большинства присутствующих, в том числе ветеранов, на одежде красный маг, символ памяти всех погибших в войне. Традиционные коммунистические флаги-транспаранты отсутствовали. Единственное напоминание о советской эпохе – это красное знамя победы, которое пронесли военные. В этом году для того, чтобы попасть на парад, людям пришлось пройти через металлоискатели. Несмотря на то, что у пропускных пунктов особых очередей не было, николаевцы по-разному отнеслись к подобным мерам. Со стороны, если внешне посмотреть, это, конечно, ущемление, это немножко, грубо сказать, не позор, но все равно. Как это, недоверие людям? Это недоверие получилось. Странно, что мы идем на праздник, а праздник нас пропускает через металлоискатели. То есть чувствовала себя немножко некомфортно. Раньше мы приходили все спокойно, сейчас мы понимаем, что надо пройти детектор, потому что, мало ли, кто-то зайдет с гранатой, и может быть, что хочешь. Я не считаю, что это ущемление прав. Это безопасность наших людей, наших горожан. Во всей Европе, во всем мире давным-давно такие меры безопасности присутствуют сюда при больших мероприятиях, массовых. Поэтому я не вижу ничего здесь предосудительного, и тем более никакого ущемления здесь я не нахожу. Столкновений, которых так боялись, практически не было. Хотя случались и провокации, которые милиция и люди, охраняющие правопорядок, успешно ликвидировали. Снимите колорадку лета. Это символ войны на Востоке. Оставим, оставляем наши солдаты. Снимите колорадку лета. А что там будет? Нет, что там будет. Вот это делай. Слушайте, что это делай. Еще раз руки распустишь, Дэн. Сейчас получишь, пожалуйста. Снимите колорадку лета. Снимите колорадку лета. По центральной площади города пронесли государственный флаг Украины, флаг победы, флаг области и города. П entitled. Депутаты Украины. Кремень Анастасия Матрович. Анастасия Матрович. Сведанный Украинский. Машнин Убаев. Заслуженный Майстер Спорт в Украине. Чемпион Европы. Майстер Спорт Украины. Чемпион Свинку. Среди морозы. Среди болезней. Попротив Андрей. Майстер Спорт Украины. Микс Пайтл. Для фронтовиков выступили творческие коллективы Николаева. Снова встает в ряду мной. По улице Адмиральской прошел марш ветеранов вооруженных сил Украины и воинов-интернационалистов. Несмотря на то, что прошло уже долгих 70 лет с того дня, как была провозглашена победа, в памяти ветеранов навсегда останутся воспоминания о том, где их настигла война и встретила победа. Когда началась война, я был еще молодой. Мне 17 лет только было. Освобождал Николаева, потом дошел до Берлина. Но остался жив. Война закончилась у меня под Прагой. После Берлина нас бросили в Чехословакию. Прага еще не была освобождена. И я в пехоте был, и пехота мы нашли в Праге 18 километров. А танкисты наши участвовали во взятии Праги. А мы пехота не нашли. И там закончилась война под Прагой. Когда началась война, мне было 16 лет. В 18 лет я уже находился на фронте. После окончания авиационной Ивановской школы. Я находился в госпитале, в городе Белосток. Ну, значит, было ликование, что закончилось. Такая тяжелая отечественная война, которая унесла миллионы советских солдат и гражданских жителей. Когда началась война, мне было всего 14 лет. Я был в Николаеве, я сам городской. Я был в Берлине. Ну, эмоции, конечно, зашкаливали. Выразить трудно сейчас, какие были эмоции. Но были очень большие, конечно. Рады были, что война закончилась. Парад, посвященный празднованию 70-летней годовщины Дня Победы, традиционно закончился массовым возложением цветов. Традиции, они не нарушают. Традиции, они не нарушают. После чего ветераны вместе с руководством города и области направились во внутренний двор мэрии, где ветеранам накрыли праздничный стол около фонтана. Народные депутаты Украины и николаевские чиновники поздравили ветеранов с этим важным для всех днем. Мы гордимся тем, что у нас есть такие ветераны, есть такие люди, которые и наградами, и отзнаками, и своей любовью до места Миколаева и Украины показали справедливость украинского духа, украинской дочери. Спасибо вам за то, что вы в свое время миру дали мир. Мы всегда будем гордиться вами, мы всегда будем равняться на вас и сделаем все, что от нас зависит, чтобы на нашей земле опять воскарил мир. 70 лет назад вы, наши предки, наши прадеды доказали всем, что единство – это путь к победе. Вице-губернатор Николаевщины Оксана Яншевская зачитала поздравления от президента Украины Петра Порошенко, ветерану Михаилу Шишкову, который ранее был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Шановная Михаила Федоровича, сердечно витаю вас с 70-ю речницей Украины. Приймите щире побожание к миру, доброго здоровья и счастья на дорогих летах. В глубокую повагу президенту Украины Петру Порошенко. Виталий, мы покажем вас. Мэру и губернатору в честь праздника от Городского совета ветеранов вручили памятные знаки 70-летия победы. Слово предоставляется председателю городской... После общения с ветеранами первые лица Николаева отправились на центральную улицу города раздавать украинские флажки и маки. Идея подобной акции была общей, рассказывает губернатор Николаевской области Вадим Мериков. Мак это символ памяти о погибших во Второй мировой войне и в Первой мировой войне. Поэтому это о погибших всех. А то, что мы вышли раздавать сегодня, ну это инициатива, наверное, всех солидарная. Вот и народные депутаты это поддержали, и опять-таки руководство города, области. Праздникам вас! Держи, держи. И мак. Спасибо. Мама, бабушка. Ваше отношение к перемене символов? Ну, мое отношение очень позитивное, потому что у каждой страны, которая была в составе Радянского Союза, мне кажется, что нужно, чтобы был свой символ, именно своей страны. У нас маковые поляги, наши герои падали на маковых полях. Поэтому мне кажется, что логично, что у нас червяный мак является символом нашей победы, именно нашего украинского народа. Сейчас какие-то новые символы, ну, я думаю, что это неправильно. Поэтому замечательно, у нас дети все в гимназии, 450 человек, каждый класс делал своими руками, свои маки, свои, и все вышли, такой флешмоб, это замечательно. И сегодня все мои друзья с удовольствием, это очень замечательно. Этот день очень важен для каждого жителя Николаева. Несмотря на то, с каким символом победы он сегодня празднует 70-летие со дня провозглашения победы над фашизмом.